Итак, поговорим про рассвет дистанционного образования, который случился в последние годы. Может быть даже, я бы сказал, не от хорошей жизни он случился. Он случился из-за эры ковида, потом вот эти все события, политэмиграция, в результате. Выясняется, что на курсе не только преподаватели отсутствуют, но и отсутствуют студенты. Они все разбросаны в разных компаниях, в разных странах, потому что их IT-компании уже мегрировали. И проблема в том, что если весь мир как бы пользуется огромным количеством сервисов для коллаборации, звонилки, чатилки, там коллаборативные документы, то в России, к сожалению, не только не российские нельзя использовать, но даже то, что раньше читал с российскими, Роджет Брэйнс, разные средства коллаборации, я же не говорю про эту платформу, внезапно оказались не российскими, исчезли, прекратили работу Российской Федерации, нельзя их использовать. Ну, собственно, я нахожусь прямо в состоянии, в случае пожара, как говорится, горите, потому что, ну, давно предупреждал, что никогда нельзя, в общем-то, дверять, завлачиваться. Ну, и лично я вот прямо пострадал инфотишников, включили гугл-аккаунты с этими гугл-драйвами, с дисками, значит, там какие-то сервисы отключены из-за того, что там прохватили работу Российской Федерации, где-то Роскомнадзор кого-то забанил, где-то там потери, где-то просто ненависть, даже оплаченные сервисы вас всех посылают, в общем, и, да, как бы даже есть какие-то сервисы, в общем-то, не против, но вот вы не можете никак заплатить, потому что вот кроме криптой, никак вы им деньги не можете перебросить. Такая вот проблема, ну, как говорится, вот не надо быть, не надо быть в завученном на цепях вот этим самым Вендерлоком и татануть, значит, вместе со всеми, значит, потому что вы прикованный, не можете от него избавиться. Ну, вот не надо было это закладываться, вот та самая ситуация, когда прилетел Черный Лебедь, и те, кто там, как бы сидел на каких-то сервисах, они страдают. Все это можно сделать без этого на опенсорных инструментах. Будем говорить про проектно-образовательную коллаборацию, потому что, по большому счету, вот нет ривиальное обучение уже, это примерно то же самое, что разработка, это то же самое, что исследование, вот алгоритмы IT, математика, это какая-то разумная группа разумных размеров, не какие-то там тысячи первокуров, которые сидят, значит, на этом самом деле. Для тысячи первокуров, пожалуйста, запишите видеолекции или там, отгрузите их, потому что с ними все равно невозможно работать в таком режиме, значит, плотном. Вот, для этого, как говорится, уже неоднократно рассказывал опыт-браткасса софтвария спасает для записей или для каких-нибудь конференцеподобных трансляций, когда какие-то там вообще вопросы, может быть, кто-то там, какие-то там, считайте, семинаристы помогут ответить в чате, но, в общем-то, для плотной работы, значит, это, конечно же, не подойдет, не подойдет. Но, в любом случае, опыт-браткасса софтвария должно быть у каждого уже на рабочем столе, все должны этим пользоваться. А для плотной работы, к сожалению, почему-то Россия подсела на зумы, это самое безумное. Все, что можно взять, мало того, что на поприитарные не работают, какие-то ограничения 40-минутные, что-то глючит, все там не работает, заваливается, не подключается по ссылкам. То есть, я не знаю, это какой-то фрактал плохого UI-дизайна, который непонятно ради чего, собственно, терпеть. Используйте сервисы на базе GT, которые, в общем-то, многие там уже перелицевали, там, какие-то там Волна, там, Трюконфы или Яндекс.Ремост, по большому счету, это, в общем, какой-то веб-вертись в браузере. Вот, ну, GT классический или какие-то развернутые сервисы на базе, можно вполне себе использовать. Очень удобно, посылаешь ссылку, все собираются, не требуется там дополнительно как в скайпе где-то собирать, и вполне себе работает трансляция экрана, и дальше, дальше от вас зависит, что вы там будете показывать, как вы с ними будете разговаривать. Максимально советую использовать какие-то там возможности рисования, о чем я, опять-таки, неоднократно предупреждал несколько лет назад о том, что, в общем-то, рисовать это очень важно. Ну, на мной смеялись, конечно же, потому что, а сейчас это, когда, в общем-то, вы руками не можете махать, на доске не можете писать, необходимость использовать планшетное какое-то там рисование, оно только выросло для дистанционного образования, это просто масса, и это, в общем-то, недорого. В самом GT, в общем-то, достаточный функционал, казалось бы, для того, чтобы, в общем-то, там, читать классические какие-то лекции, тут можно и руки поднимать, вроде бы, и там какие-то в чате можно общаться параллельно, и вроде бы даже какие-то там квесты можно сбрасывать. Ну, вот все очень, вроде бы, классно, но вот опыт вот этих нескольких лет использований, и даже не только GT, вообще практически чего угодно, хоть того же самого зума, показывать, что это все-таки не та плотная работа, потому что вы не видите их, они обычно не включают камеры, нельзя заставить включать камеры этих студентов, и сидишь как сумасшедший, там сходишь с ума ночью, потому что там перед тобой какие-то пустые квадратики, с ними разговариваешь, и, в общем-то, ничего с этим не сделать. Для того, чтобы плотно работать, надо что-то делать руками. Либо вот в небольшой группе, либо в большой. Я, на самом деле, хотел много чего рассказывать, какие-то инструменты, но я решил ограничиться двумя самыми, как говорится, как говорится, самыми крутыми, а то, что если у вас небольшая группа, и вам надо попроще, используйте код сервера, и у вас все получится, абсолютно все получится. То есть это то же самое, что Visual Studio Code, только на сервере. В большом счете технологии те же самые, но JS, только вместо того, чтобы заворачивать дискотные приложения электронные, это все разворачивается на сервере, и, в общем-то, по юзабилити, там по скорости реакции вы не увидите никакой разницы, просто вы открываете ссылку, и там все настроено. То есть студент открывает ссылку, и все настроено. Обычное возражение Visual Studio Code о том, что, видите ли, студенту не справится, там надо научиться настраивать, а вот тут наш самопальный говно, какого-то говноидея очередного, вот оно простое, ему будет все понятно. Ну, а теперь эта проблема решается, то есть студенту поставить ссылку, а сами там настроите, для чего там будет работать, не знаю, там питонный, или C++, или там язык дракона, изучать, неважно, там, то есть все уже там будет настроено, к нему ничего нечлевать, ничего, кроме, как понимать, какие-то там буквы, пытаться их писать их, заметим, вы можете одновременно, то есть, редактировать. Это не совсем честное редактирование, с точки зрения алгебра операции, то есть, если одну и ту же букву будете править, там будут какие-то конфликты, но, по большому счету, для небольшой группы, до 10 человек, этого вполне себе достаточно, и Visual Studio Code, это, как я уже опять-таки говорил неоднократно, значит, на, значит, в предыдущих конференциях, это огромный, значит, такой швейцарский нож с огромным количеством решений, который позволит вам решить вот прям массу, массу задач, не изобретая велосипеды, не изобретая всякую ерунду, ну, вот, в частности, там, для питона прекрасная отладка, но и не только для питона, там, и C++, и что угодно, все это, и теперь все то же самое, то есть, можно делать не только, значит, на гестопе, но и на сервере, просто прийти на ссылку и начать отлаживаться, то есть, ну, правда, отлаживаться будет там один, кто-то там, вот, у кого-то эти срочки ходят, потому что у каждой своей сессии, но остальные могут там носить какие-то изменения, править, вы можете что-то спрашивать, разговаривать с ними, они там будут исправляться, почему что-то, там, ну, то есть, вот, в любом случае, это достаточно удобно, и все это, значит, прямо, позволит вам разбираться глубоко в каких-то алгоритмах, ну, и кроме там обычного кода, и даже там текста, есть в Юпитере ноутбуке, если кто-то вдруг почему-то не слышал, это вот эти самые гибриды текста, кода и всего остального, их даже эти Юпитер-мубки можно отлаживать, то есть, не надо разворачивать эти Юпитер-хаб, Юпитер-лаб, порталы, значит, потому что, ну, они, в общем-то, не нужны, то есть, вот, код-сервер, и все, вы опять, вот, совместно редактируете параллельно, и даже, вот, я уже просто как примерный, не стал уж перебирать все, там, вы можете рисовать какие-то диаграммы, значит, в данном случае, вот, какую-то схему, вот, с возможностью набрасывать, ну, опять-таки, вы видите, два разных браузера, и, значит, соответственно, общаться, вот, и, там, просто, если доверие по паралю, если, вот, нет каких-то ограничений, чтобы видеть, кто что сделал, если, вот, небольшая группа, то все классно, но, если, вот, вам надо еще лучше, то, вот, гений, еще один, Вильям Стайн, гений уровня кнута, Лемпорта, Алифанта, то есть, это человек, такой математик, крутой, компьютерный, который бросил вызов, посмотрел на вот эти платные системы, альгебры известные, и сказал, а, я сейчас делаю бесплатную, консорсную, и, вот, это сам взял и запилил, потому что ее не было, и, в общем-то, с нуля сделал систему комбьюционной алгебры, Сэйдж, значит, если кто-то встречал, в общем, вот она такая есть, ну, вполне себе, там, может быть, немножко поигрывать, там, Эплова, конечно, но, в общем-то, на уровне, на уровне совершенно, а потом дальше не остановился и погнал дальше, мне понравились Юпитер Хаба, Юпитер Лаба и прочее-прочее, и он решил, сделаю свой собственный с Белоджеком и тем самым балеринами, значит, и запилил свой собственный гугл коллап, Юпитер Лаб или Хабака, который реализует алгебра операции для того, чтобы, там, множество, студентов одновременно могли там как-то редактировать, ну, не только студентов, неважно там кто, то есть, главное понимать, что вот в кодс-сервере там такая простая система, значит, коллаборативно редактировать, то есть, кто-то поменяла, еще кто-то поменял, ну, если они одновременно поменяли, там, возможно, столкновение, а здесь можно править, и там, например, в одном и том же слове, соответственно, две буквы в двух разных местах, она там через алгебру операций все это отразит, и будет видно, собственно, какой пользователь, где находится, в какой точке, там, его стоит курсор, то есть, ну, то, что мы обычно привыкли, когда мы видим Google Docs, вот, примерно, это как раз примерно иллюстрация алгебра операций, но вот то же самое для Юпитера ноутбуков, вот здесь, значит, вот опять показывают два разных браузера, и, значит, это, тут все обновляется, и видно, значит, где там находится курсор, если вот редактировать себе на эту ячейку, вот, то, в общем, видно, значит, где-то находится, допустим, студент, если вы будете спрашивать, он будет писать, все будут остальные видеть, или как-то там что-то изменится, вот, и, в результате, я начал делать не только, значит, сам контент в виде Юпитера ноутбуков вместо книг, то есть вместо каких-то толстых книг я там делал, значит, такие вот короткие по темам какие-то ролики, и, в частности, я начал делать домашнее задание, домашнее задание студентов, которые, собственно, также вот в этом могут исправить и мой контент, и я могу поправить их, и они там решают какие-то задачи, и у них есть даже страхует никаких битов, ему изучать не надо, опять-таки они просто открывают все это в браузере, и у них там вот есть та машина, с помощью обычного слайдера можно помотать влево-вправо, там, если вдруг вот тут видно, там, результировали совместно, там, значит, там, в окон-то занятие, то есть, по очереди, То есть можно созваниваться, потом можно дома, можно вечером Ну и кроме Юпитер ноутбуков, там масса всего, не черпаем как атом Ну, как пример, это вот ЛАТЕХ, понятное дело То есть вам не нужен сервис какой-нибудь там типа ШЕРЛАТЕХ Или еще какое-то все это вот есть, все, что можно практически представить Оно тут уже есть Также везде автоперации, совместное редактирование Можно делать научные статьи или какие-то дипломы со студентами Тоже не выходя из браузера, не объясняя, как ему поставить ТЕХЛАТЕХ Там техник-центр на разных дистрибутивах Вот, в большом счету тут есть и Телнета То есть можно и там, в общем-то, из браузера не вырезать, никаких тунксов не надо Там постоянно запущенная поддержка сессии Если вы что-то там запускаете, какие-то сервисы или там консольные приложения Есть даже иксовые приложения, которые можно запускать Можно делать чат для каждой папки, для каждой, вообще, сколько угодно чатов Которые, собственно, чат, как там, некий такой файл специальный, который она вот использует То есть огромное количество каналов, таск, списки задач, еще чего-то То есть, ну, забавного, значит, вот не надо ставить спейсдеск Вот есть вайтбарды, которые также вот можно и рисовать, и писать тексты И там совместно опять-таки по очереди рисовать Ну, там, допустим, студент какой-то, там что-то будет отвечать Или там поверх картинки вы там что-то можете рисовать, объяснять им и потом просить Ну, там, наточили кучу того, что даже я, в общем, не очень представляю, зачем Там какие-то есть ячейки с формулами, которые вы считаете, как Юпитер, ноутбук, еще прямо на графике Еще что-то высчитывают То есть это все изучать, изучать, и я не хотел бы вас сильно загрузить Но вот просто вы должны представить, что вот есть код-сервер, как первый базовый И, кстати, этот код-сервер прямо внутри какого-то тоже есть И его можно использовать, если он там почему-то там более удобен Оказывается, например, вот классические диаграммы типа Dravo.io, они тоже так же вот работают То есть можно продолжать так же там все, к чему вы привыкли То есть это не какой-то выбор там код-сервер или какалка Такой выбор не стоит, потому что там можно использовать Когда вы используете какалк, вы можете использовать код-сервер, Visual Studio код-сервер И со всеми возможностями, со всеми расширениями также внутри Если там это покажется как-то более актуально Ну, какие-то диаграммы я показал Например, мы лекции собираем не классическим этим термом, а через код-сервер Потому что у меня там и алгоритмы Очень хитрая системы сборки, через сконс Там генерация, там латеха из питоновского кода алгоритмов Вот это вот, то есть очень такой навороченная вещь, про которую я там уже лет 15-20 там все собираюсь как-то рассказать И здесь раньше я мучился, чтобы он работал там под виндами, разными линуксами и все остальное Докером, все, наконец-то я все это отгрузил на сервер И мы просто заходим и там пишем наши лекции по криптографии, по алгоритмам Значит, вот все тоже так же синхронизируется, значит, синхронизируется Значит, там превью каких-то лекций, техник с алгоритмами, с какими-то этими И все там, все как-то, все из друг друга пересобирается, собирается В общем, наверняка у всех есть такие особые системы сборки Вот, ну и, конечно же, значит, еще лучше, что можно сделать, это включить в мой любимый медиа-вики То есть на стероидах медиа-вики в интернет Потому что много у меня контента уже сделано И она, в общем, тоже полезна Хотя там нет real-time редактирования, но есть, но не такое, в общем-то Вот, много чего там полезного есть И, например, там система тестов, система каких-то там этого Там как портал, она хороша, как там база знаний И его, в общем-то, прикрутил, значит, тоже, значит, какалку И single sign-on, например, сделан для того, чтобы могли заводить, например, просто на портале своих студентов И, значит, как-то вот интегрировать, чтобы там не было какой-то дойственности и все остальное Вот я, например, завожу их именно, вот они заводятся у меня там на медиа-вики А потом, значит, уже получают доступ к проектам внутри Где уже там как-то автоматом работают, ну, чтобы не мучиться Ну, в результате у меня студенты, в общем-то, решали настоящие бизнес-задачи, которые там надергал Сделали, в общем-то, такой уникальный курс Ну, в этом году это уникальный курс по решению бизнес-задач Постановка задачи от CLP, там, линейного и толщительного программирования Решение через CLP Solar, отбирание с бизнес-задачами И вот даже презентация не только решения, но и вот на АБС Они записывают и тренируются получать готовый контент Который, собственно, опять-таки, то, что делают студенты Идет не на выброс, а превращается в очередной обучающий контент Который пойдет, например, в следующем, в следующем году, в следующем курсе студентов Вот какой-то пример То есть потому что это вот живая лаборатория Не просто где-то там, где у вас есть какой-то там текст И, значит, он используется Есть задания студентов, которые там уже давно уже всем известны И когда они там идут на выброс, нет Каждый раз я подбрасываю какие-то новые задачи Которые дальше решаются, дорабатываются И идут к следующему поколению Там как бы растет большое количество контента Но этот контент растет не как толстая книга Которая своей толщиной запрещает себя от просмотра А как маленькие-маленькие блоки Которые ссылаются друг на друга И позволяют, значит, так сказать, итеративно все это лечить Ну, студентам, в общем-то, понравилось Хотя, конечно, еще не все студенты, как бы, через этот портал прогоняются Ну, это у нас у меня курсы 3-3 и 4-й курсы, значит, там, ФТИ Плюс 6-й курс по выбору, значит, для ФУКМА Не все задачи я еще подумал, как это решать Но, в общем-то, хорошие отзывы Все нетривиально Приходится работать, но не зря, не зря, значит, все это попадается Что касается самого, значит, кокалкам Значит, есть там лицензия у него АДЖПЛ И там с неким ограничением, что ребята, ну, все тут не пытайтесь Просто сперить код и как-то его продавать То есть я там делал некий contribution Даже там переписывался с автором Даже подписал некие документы на тему того, что, значит, отдаю вам свой contribution гениальный И я все-таки призываю всех То есть не надо попрощать и заниматься там импортозамещением То есть переклеивайте делать какую-то национальную, не знаю, программную платформу для коллаборации Но просто присоединяйтесь, справьте, это интересная вещь А я уже немножко староват для того, чтобы править фронтенд на жавоскрипте Я уже не все понимаю, очень тяжело иногда схожу с ума Но вещь, в общем-то, такая Очень большая, мощная И которая позволит решить практически все задачи И как по обучению, так и по работе в лаборатории И по всему такому Спасибо за доклад, да Так, грузанул, так грузанул Да, прям Перемотать хочется, да, на другой скорости Так, вопросы к докладчику У меня работает, да, давайте я тогда начну Значит, я тут со стороны студента Да, вы мне продали, вы мне продали кодосервер Вы мне там продали, не знаю, кукалок и все остальные софтины Но проблема в том, что вот вы пробовали пользоваться им, например, с телефона А студенты это очень частая задача И я еду в транспорте и хочу там посмотреть, ну, как-то Юпитер ноутбук, допустим, перед лабой, да, подготовиться Вот, как вот вы с этим работаете? Ну, ладно, медиавики еще можно И почему вы не используете гид или генерацию документации? Купил блютуз-клавиатуру к телефону Ну, значит, подставочку делаешь С ними вполне можно работать Современные телефоны, я уже не говорю там про всякие там Покой X3, которые там, на которых цивилизация работает Значит, без тормозов, со свистом Вот, можно работать даже с телефоном Все это можно сделать без этого Нет проблем, я вот иногда там этим пользуюсь Сам, конечно, я телефоном не пользуюсь У меня десктоп, разумеется, если вы преподаватель Вам желательно два, то и три монитора Там, чтобы пытаться там на морду смотреть Что-то показывать, что-то не показывать Там, значит, подкручивать Вот, но студенты доступ С телефона отлично Джитси работает на телефоне замечательно Вот, а для того, если они хотят там действительно печатать Ну, ребята, найдите клавиатуру То есть я работаю с студентами, которые уже, в общем-то, где-то рядом с клавиатурой В основном сидят Они обычно либо работают У меня там, как выяснилось, там, какие-то студенты из Яндекса Они-то где-то сидят в Сербии Где-то там, в каких-то странах там вообще разбросаны Ну, потому что вот это все началось И они там все разъехались То есть проблема отсутствия клавиатуры Она у меня почему-то не стоит Я не знаю, вот у Георгия Курячева Там, может, какие-то геологи Которые где-то в тайге, значит, питом пытаются изучить И, возможно, у них один телефон на всех И он на симбиане Ну, я не знаю Да, давайте, наверное, еще следующий вопрос Мы поняли, что проблем нет ни с клавиатурой, ни с телефонами Пересмотрите свое отношение к предлагаемому ресурсу И покупайте Так, следующий Микрофончик включите Артем, давай покороче, да, без мнений Я быстро, я быстро На самом деле, я хотел такой вот вопрос, предложение В самом начале, на самом низком уровне Как раз вот для тех, кто там в тайге У которых совсем все плохо Во время пандемии был способ обучения Просто подключение к серверу по SSH И написание кода с помощью утилиты Screen То есть одновременно у всех учеников на компьютере В Screen отображается одно и то же То, что я печатаю И на второй половине они могли делать то же самое Я, как вот, включить Артем, какой позор, какой позор Во-первых, Screen уже давно надо заменить на Tmux Который гораздо лучше, чем то А вот этот Какалк, это там тоже самый Screen Он в браузере У вас там эти, пожалуйста, эти Телнеты Открыты, эти сессии Вы можете вдвоем тоже и в сессии печатать То есть, если тебе не нравится Вот эта красота с подсервером Ты сможешь там открыть вот этот самый Телнет Запустить него в VI И вот страдать, как ты любишь страдать Только в браузере Спасибо, Стас И сессии на телефоне Любишь страдать, страдай Ну давайте на этом позитивной ноте Еще один вопрос Коротко очень Вообще, видео было на 13 минут Так что я вообще рассчитывал на 7 минут вопросов Но кто знает, кто знает Еще один вопрос очень короткий Скажите, медиа Вики оригинальная имелась в виду Или форкнутая Форкнутая, допиленная У меня там допилена куча расширений Это Вики for Internet Если вы смотрите ссылку Там есть всякие доработки для Learning Management System Тесты, всякие прочие вещи Там допилены права, например То есть, в отличие от реальной медиа Вики Там можно закрывать какие-то страницы Например, страницы ответов к тестам И поэтому она с этими правами Превращается в Learning Management System Там есть всякие тесты тупые Которых там можно гонять Чисто для того, чтобы, например, переписать людей Изначально они подключаются Я там всех загоняю на тест А потом там собираю информацию Она мне там баллы выставляет Еще чего-то То есть, медиа Вики как портал Очень полезная добавка Добавка, то есть, к вот этому кокалку Но можно и без него Можно и без там просто код сервера То есть, выбирайте ваш уровень То есть, пока сейчас у меня и код сервер И кокалк Внутри которого код сервера И еще на медиа Вики Там вот это просто портал Где можно зайти, где материалки публикуются То есть, где мы там переписываемся с студентами Там мы решаем вопросы Какие-то там Все, все можно использовать Викифоинтранет Там, в общем, ссылки были Там пройдете Доклады про них тоже были Часть не записалась Часть вот есть Прием Так, мы уже заехали на время следующего доклада Да, да, да Ну, я думала, что ты только на видео так разговариваешь Ты и в жизни точно так же С такой же скоростью Так, спасибо за выступление